Роман Портасевич, главный редактор белорусского телеграм-канала «Нехта», знаменитого на весь мир уже тем, что, во-первых, это самый крупный русскоязычный канал в мире, там более двух миллионов человек, заявил обо своем уходе из проекта. Он сказал, что он не согласен с главным основателем канала. Вот я сейчас с ним хочу поговорить по прямой связи. Роман, здравствуйте. — Добрый день. — Скажите, пожалуйста, все-таки почему? Почему вы разошлись с начальником, с вашим партнером? В чем причина? — Знаете, я, наверное, сразу скажу, очень много запросов, очень много вопросов спрашивают о том, почему, зачем, почему и так далее. — Да, со Степаном вы разошлись, да. — Никаких, наверное, громких заявлений я делать точно не буду. Сейчас абсолютно точно не время для каких-то внутренних разборок, сейчас не время для личных амбиций и выяснения отношений. Все, что я могу сказать, что действительно просто получилось так, что наши взгляды на развитие проекта и на то, как проект должен функционировать, к сожалению, оказались слишком разными. Мы не смогли найти общий язык по ряду моментов, которые я считал для себя ключевыми. Поэтому я принял добровольное решение о покинке. — Ну хорошо, а можно ли прояснить? Допустим, канал «Нехта», он как газета «Искра». Он сочетал в себе информационную составляющую и, конечно, пропагандистскую. Потому что именно на «Нехте», когда появлялся некий маршрут движения оппозиционных сил и так далее, люди все-таки там уследовали. Это был некий организатор массовых акций. Считаете ли вы, что это будет продолжено на канале «Нехта» и это должно быть продолжено на белорусском телеграм-канале? — Ну, во-первых, стоит отметить, что маршруты движений и какие-то призывы не появлялись не только на канале «Нехта», но и на других телеграм-каналах. — Да, но не у всех 2 миллиона подписчиков. — Ну, это уже другой разговор, на самом деле. Плюс, опять же, стоит учитывать, что даже 2 миллиона подписчиков, опять же, даже открыто, исходя из открытых данных, можно узнать, что, исходя из этих 2 миллионов, достаточно много человек читают из-за рубежа, поэтому говорить о том, что это все 2 миллиона белорусов, это не совсем верно. Во-вторых, безусловно, я надеюсь, что проект продолжит существовать, я надеюсь, что проект продолжит помогать людям, но то, как он будет развиваться дальше и что будет дальше с ним происходить, я, к сожалению, сказать не смогу, потому что я этого не знаю. — Но вы были удовлетворены тем, что телеграм-канал выполнял функции массового организатора, в том числе организатора протестов? — Я могу ответить следующим образом. Естественно, как человек, как в том числе профессионал, как главный редактор, я безумно счастлив тем, что под моим руководством вот тот же канал «Лайв», он вырос со 100 тысяч до 2 миллионов 100 тысяч, я считаю это большим успехом, я считаю, что это означает только то, что свою работу я делал успешно. Оценивать работу коллег сейчас, мне кажется, это будет не совсем корректно, вот, поэтому как-то так. — А вы будете делать свой теперь какой-то канал? — Нет, на данный момент я считаю, что, опять же, как я уже ранее говорил, сейчас нет места для личных амбиций, у меня есть определенные планы, я не, скажем так, я не ухожу просто в пустоту, вот, я думаю, что уже в ближайшую неделю, ну, может быть, максимум две, я расскажу о том, что я буду делать дальше, либо сразу снова появлюсь в медиапространстве, поэтому вот такие вот какие-то радостные реплики на провластных информационных помойках я уже видел, и я бы советовал государственным пропагандистам не расслабляться и не радоваться этому факту. — Я, кстати, хотел вас об этом спросить. В тяжелое время вы покидаете портал, когда он, наверное, находится на максимуме своего развития, и, конечно, вы сделали большой подарок семье Исмонтов и другим пропагандистам. Вы не согласны с этим? — Я не согласен с этим по той простой причине, что, во-первых, как бы там ни было, канал продолжит функционировать и без меня, во-вторых, опять же, ни о каких личных амбициях или ни о каких личных обидах в данной ситуации речи не идет, поэтому я не понимаю, в чем тут подарок, и тем более, мне кажется, то, что будет происходить... — Ну, как сдохло у соседа казапустичок, но приятно. Ну, как нет? Конечно, да. — Ну, я не знаю, я не могу сказать, что это какой-то подарок. То есть они и дальше могут сейчас там выдумывать... — Ну, могли бы подождать, по крайней мере, до времени, когда, ну, не когда Беларусь будет свободной, но хотя бы когда Лукашенко хоть немножко там сдастся, и тогда уже в тяжелую минуту, так сказать, вот не вносить сумятицу в плотные ряды белорусской оппозиции? — Слушайте, ну, во-первых, нужно понимать, что в Беларуси идет процесс не одномоментной какой-то революции, а в Беларуси идет достаточно долгий процесс по полному, скажем так, разбору вертикали. То есть идет... сейчас идет очень длительный процесс, и это не спринт, это марафон. Поэтому понятно, что он продлится еще, мне кажется, достаточно долгое время. Я думаю, что это займет еще, как минимум, может быть, пару месяцев. Поэтому одно дело, если бы это был какой-то короткий промежуток, и вот в этот промежуток я бы сказал, что вот я ухожу с проекта, которым я занимался, и который был, да. А так, я думаю, что это вполне естественный процесс. — Роман, а вот ваш личный вклад, что вот бывают такие организации, как наш, например, телеканал «Дождь» или ваша, где, в общем, у нас нет такой жесткой иерархии, где каждый... где все участвуют во всем. В общем, вот такая большая лаборатория. Что вы можете назвать вашим личным вкладом в успех нехты? Ну вот я так слышал, что именно вы отвечали за вот эти самые формулировки такие митинговые, которые на вашем канале очень часто встречаются. Например, вот «ложки, петушки, кудахчут». Или, например, «крысиная инаугурация». Нет, я к этому не имел никакого отношения. У нас в редакции также работают другие люди, и поэтому я, в принципе, это не мои слова. Это все, что я могу сказать по этому поводу. А вот эти призывы выходить куда-то с пунктами, это не вы писали? А призывы? Ну вот перед каждым воскресеньем, перед каждым большим митингом публикуется листовка большая. Куда мы идем в субботу? Куда мы идем в воскресенье? Вот я сейчас как раз листаю ваш канал. Куда мы идем в субботу? Куда мы идем в воскресенье? А теперь настоящая инаугурация Светлана Тихановска. Это назывался «Воскресный митинг». Это вот ваше авторство? Моя корректура, но не обязательно, что мое авторство. Вы должны понимать, что, опять же, работаю не только я один, и телеграм-канал в Беларуси тоже больше, чем один. Поэтому, да, я делал многие вещи. Действительно, я не буду отрицать того, что в некоторые моменты я помогал с какими-то планами. Я, может быть, их как-то корректировал, но я бы не стал называть себя каким-то единоличным автором протестов или единоличным кукловодом. Спасибо большое. К сожалению, мало что удалось узнать. Но, по крайней мере, мы сможем же посмотреть по самому каналу, как он будет меняться. Телеграм-канал «Нехта» знаменитый. Сегодня лишился своего главного редактора. Из канала ушел Роман Протасевич о своем будущем, пока он ничего не сказал.